меня зовут андрей баскин привет тебя я специально вот скрипача потому что ты скрипач очень красивая картина спасибо очень приятно вот ты мне сказал что у тебя ребеночек родился я хочу поздравить прошу меня понять и простить все понимаете спасибо вот собственно из-за рождения морская ребенка я вообще и познакомиться с вашей методикой с вашей школы вот я как музыкант я вел очень такую жизнь насыщенную концерты выступления стресс и собственно когда я выяснил что я стану отцом и что все вот это потихонечку начало ко мне приходить я понял что нужна методика который поможет мне как-то справляться что так сказать силы мои не безграничны и мой друг психолог сказал что цитирую есть такая абсолютно читерская вещь как методика ключ которая не помочь не может и таким образом я собственно посмотрев ваши ролики как-то вот оказался здесь на скрипке да сколько себя помню сколько себя помнишь только играешь на скрипке может быть чуть чуть раньше но у меня мама пианистка вот но она первый музыкант семье до этого у нас как-то дедушка инженер вот отец работал руками то есть деревом там дизайнер был тоже домки далекий от музыки человек вот и я сделал такую наверно непоправимая ошибку как-то в лесу взял две палочки сказал мама смотри играем на скрипке и четыре с половиной года судьба моя была решена вот уже на двадцать шесть лишним лет я уже играю больше четверти лет то получается а я больше ничего не умею ну даже какие-то из увлечений еще кроме не это конечно но все это понимаете допустим я очень люблю играть на бильярде на бильярде люблю очень играть и вот когда получать какой-то удар у меня сразу мысль в голове вот именно так я буду играть такой или иной но да вот те самые ощущения дать когда зацепился шар когда он закрутился как нужно вот тоже самое происходит вот со струной когда я хочу также вот грубо говоря такую же энергетику получить от инструмента а где ты сейчас преподает играешь но сейчас но если можно тогда немножко о себе расскажу а буквально чуть-чуть дело в том что но я поступил центральную музыкальную школу для консерватории отучился там это был очень забавный момент мой самый первый преподаватель которая всю жизнь участок часом разом надо меня слушала так получилось что ей вообще первой показали меня как возможного в теории будущего скрипача посмотрел на меня на сказал как же он будет играть на скрипачке у него такие тонкие пальцы все они поломаются вот но как-то мою маму это не смутило меня тоже не очень смутило и меня отвели к другом преподавателю который была согласна с такими крупными пальчиками взять вот так я попал потрясающий гарин степане толщининовой самый известный ученик такой максим венгеров могут слышали чертон венгеров до максим венгеров вот и век первый преподаватель собственно тоже прекраснейшая женщина что и обучала меня вот потом я поступил к гулиницкому алексею алексеевичу потом или василий бачковой восьмом классе и так закончила у нее обучение в консерватории вот потом я понял что нужно работать я поступил в госкамерный оркестр это бывший баршавский коллектив известный сейчас поработал там потом мне как-то не сложилось там меня начали звать на соль не всякие кастроли и состоять не смогли смириться с такими большими прогулами на основной работе пришлось не возвращаться вот потом какое-то имя было свободном плавание потом я поступил солисты москвы под управлением бире промча башми по такой естественной коллектив вот там я поработал четыре года даже наверное чуть больше и с ним пришлось расстаться по состоянию здоровья так случилось что мне запретили перелеты и естественно для солистов москвы как для одного из ведущих на коллективах мира и уж точно одного из лучших коллектива страны конечно это не годилась вот и тогда два года назад я поступил в оркестр большого театра где я собственно до сих пор не работаю вот и так получилось что мне пришлось много конечно переосмыслить жизни когда для меня закрылись перелеты возможность летать на самолетах собственно из-за чего мне пришлось ведь солистов москвы вот но плюсов которые которые эта ситуация как бы принесла мою жизнь намного больше чем минусов в итоге у меня замечательный сын растет я познакомился с будущей мамой тогда его который тоже работала в большом театре она художница и не случить этого ничего бы не было проще выражать я так рад за тебя ты счастливый человек про пример счастливый человек спасибо или что-то мы же не школа человек будущего хомокутурус нам всем интересно посмотреть на молодого гения который играет раскрываешься как гений мы же как считаем что другой человек потенциально имеет талант стараюсь спасибо при этом у тебя есть какой-то вот чинскен михаиле он если кто не смотрел пожалуйста посмотрите в ютубе чинскен михаиле а поток а поток а поток занимается музыка и он он ходит поток в это творческое состояние природа природа помогает и он там такое создает вот в этом потоке в этом экстазе творчества люди чувствуют себя счастливыми потом ходят занимаюсь любимым делом ради этого он и живет что там такое состояние что когда он лошади людей кто чувствует себя счастливыми он вычислил что как раз таки эти люди которые ходят в поток в своей деятельности это смысл жизни потому что они там ну я уже своими словами соприкасаются с вечностью они считают себя счастливыми ты себя считаешь счастливыми ну наверное да просто потому что я всю жизнь этим занимаюсь естественно в моей жизни был такой период когда я решил что все больше не хочу не получается не буду мама поступила очень мудро она сказала что все скрипка идет на шкаф пока сам не скажешь она не появится в твоей жизни пока сам не попросишь я выдержал месяц вот ну и потом такая очень странная интересная вещь самые лучшие концерты получается когда я не ноты не помню что там происходило то есть то есть ты так в них взялся или что я не знаю я не могу это сказать но когда я выхожу и вообще не помню что это было просто ощущение знаете как ну вот что-то свершилось очень важное какое-то да не зря говорит как мочалка выжатая да вот это касается в том числе и памяти она тоже как мочалка и там знаете белый лист максимально был там то есть ты как бы терял терял вот эта вся рутина уходила бытовая как ты был максимально там это как какой-то транс да 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 но у нас даже есть скажем так такой термин у музыкантов не все его используют но в принципе такое есть называется зона бога вот вот соприкосновение с вечностью ну конечно конечно да вот то есть наша подготовка прошу прощения иногда звук пропадает я не слышу вас вот значит наша вся подготовка по сути это подготовить максимально плодотворную почву чтобы это случилось да понятно молодец понимаешь как ты хорошо формулируешь спасибо ну за что что они все этим термином пользуются в силу чего в силу того что слово бог там присутствует или возможно или нет как это испытывает или почему ну во первых да многих смущает само слово бог но если честно крайне мало атеистов эти музыканты я так думаю что под богом то каждый свое подразумевает и поэтому если бы моё в себе например это свое представление о Боге это для меня не личность я ничего не говорил вот спрашиваю вы видите а там он говорил да другому нет потом оказывается он было было это вселенская гармония законы природы для меня тоже а для кого-то это конкретная сущность живая такая а для кого-то вообще сидящий на облаке такой громадный человек который чудеса ну у каждого свой бог бог в голове да вот ну хорошо слово бог мы мы не будем рассматривать но вот это почему часто ли у твоих коллег музыкантов вот это вхождение в состояние потока когда они именно так максимально там соприкасаются и сама природа им помогает и они играют и счастливые вот часто ли ты таких людей встречаешь среди своих коллег музыкантов ну вы знаете я считаю себя страшным изучим человеком меня за 26 лет моей практике это случилось дважды я считаю что мне безумно повезло прошу прощения звук совсем пропал я ничего не услышу я говорю очень важно что мы с тобой разговариваем на эту тему это же самые интимнейшие моменты психологии и творчества я бы даже сказал психофизиологии психологии творчества и вообще философии творчества да да с кем-то разговаривал на эту тему своих коллег но я демонстрировал свои записи некоторые среди которых есть одна вот которой я как раз ничего не помню вот и в принципе эта запись считается ничего скажем так это это очень интересно а вот такие состояния из твоих коллег кто-то испытывал рассказывал тебе об этом да более того когда я работал солистом Москвы там конечно невероятный коллектив и несколько раз это было можно сказать групповое я так думаю групповое вот это вот состояние когда поп каждый имел свою и ну но взгляд то а ну понятно ну очень интересно очень интересно а скажи пожалуйста а в музыке это испытал либо ты подобное испытывал например вот я тебе задам простой вопрос такой очень простой ты просто летал во сне да я летал но в основном это были не очень приятные ощущения это именно был полет вниз такой знаете неконтролируемый понятно а во время бега вот ты например бежишь 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 в ритм вошел и такая легкость и бежишь на автомате что-то и ты бежишь в ритм не попал и напряжение растет растет и потом ты преодолеваешь из последних сил вот это вот преодолеваешь и потом легкость и вот такие но я скорее если бегу то мне легко то то есть ты там ходишь да? ну видимо да потому что я вообще как-то пришел какой-то я не знаю закон незакон но если я что-то делаю не получается я ищу другой путь молодец принцип ключа использую ну немножко раньше я к нему пришел чем узнал что это такое но я не имею в виду это в природе я не знаю да я его просто создал и сформулировал как путем перебора идти по зеленой зоне то есть если натыкаешься на предмет если что-то не получается бросить что получается таким образом тренируешь на смышлении это у тебя твои природы ты не знал никакого ключа и вот это важно спасибо тебе это наша встреча драгоценная потому что я не думал я не осознал я там как я говорил несколько раз у нас в школе на школе в ютубе что наша школа изучает изучает феноменов гения чемпионов мира феноменов изучает и потом моделирует для всех чтобы каждый человек мог по этим обходить препятствия искать другой путь к решению задачи слушаю и самое главное ты сказал что ты это делал еще когда про ключи вообще не знал да по своему инстинкту по своей природе вот ребята вот оно коллеги изучаем феномены и пожалуйста кто захочет этого себя выходите точно так же видите как человек разговариваем и с вами делимся это называется обмен опытом так рассказывай вот если можно я бы хотел немножечко использовать наше общение на и поговорить на темы которые меня очень волнует и беспокоит а именно положение классики вообще сейчас в мире вот расскажу если можно пару случаев которые вот меня зацепили скажем так первое это мне посвящены стихи мне посвятили стихи я никогда что-то буду недослышивать из-за технических проблем я бы да стихи так да замечательные стихи мне тогда было лет наверное 12 соответственно самый период когда я всех мучил еще не слишком сладкими звуками вот потому что скрипка такой инструмент первые пять лет можно забыть что что-то может получиться красивое к сожалению в отличие от фортепиано вот потому что слишком тесный контакт вообще с первоисточником то есть со струной и деревом с корпусом мне были посвящены стихи мой сосед вчера напротив играл на скрипке дай мне бог терпения скрип такой стоял в подъезде это сила трение вот такие вот замечательные стихи вот и второй случай это когда как-то раз я готовился концерт как-то были рачатами множество афиш я их клеил везде где только можно и нельзя в подъезде наклеил где-то в магазином излежащих моментов и ко мне заходит сосед с просьбой одолжить ему перпоратор я естественно одолжил и заодно говорю вот приходите на концерт вот вот прям перед вами афиша висит прямо в коридоре заходите буду рад вход бесплатный и так далее и тому подобное на что он мне ответит вы знаете мы классическую музыку не слушаем специально из принципа вот и меня это очень сильно не то что задело но натолкнуло на множество мыслей почему так получилось почему этот человек так сказал вот и я пришел к выводу что на самом деле виноваты естественно обе стороны виноваты так получилось да и музыканты очень мало музыкантов сейчас дает то что требуется публике публика очень сильно изменилась с приходом технологии скоростей сейчас больше музыка это не источник информации сколько это источник какой-то энергетики проще выражаясь проще выражаясь из классики ушло то что сейчас так необходимо в современном услуге драйв из классики ушло да то есть тот драйв который был он сейчас в нынешних реалиях слишком не энергичный и медленный да и что сейчас вас требует публика во первых требуется публика от которой человек становится более энергичный сейчас подожди одну секунду то есть зал пришел на концерт и он ждет чего что будет более энергичное что то грубо говоря чтобы там была скорее атмосфера а именно чтобы классика стала кожа в массы до и странного круга а как-то это стало непостыдным что выдастся классическую музыку для молодежи допустим там что-то должно находиться по накалу страстей близкой круг концертов подожди давай вот этот узловой момент ты сожалеешь что я ушла от получать айфа вы пропали но я примерно понял мне как сказать мне обидно во первых что музыканты перестали искать музыки такие какие-то энергетические вещи грубо говоря но раньше они были в классике были раньше они до сих пор есть просто раньше еще и у и у публики была такая вещь которая сейчас потихонечку отходит к сожалению на второй план воображение а ты хочешь сказать что публика изменилась безусловно и классика не успевает за потребностями публики тоже меняться ну это понятно поэтому рок появился потому что люди более напряженные им надо потрястись да почему им надо потрястись я говорю чтоб контакт был им надо дать минут потрястись как да освободились пар выпустили а потом бы ты спела она глядата правда да так вот же в чем дело вот это можно сделать механизм да адаптер адаптер можно сделать на основе ключа у меня артем был друг молодой такой он играл на фото пен хорошо играет при этом я придумал трещотку трещотка это промежуточное звено между классическим произведением и слушателям зрителям который случайно играл допустим я говорю хочешь послушать классическую музыку а он не готов к классической музыке он пришел у него свои заботы у него свои проблемы ну давай послушаю но он вообще не готов к этому и вдруг включается трещотка трещотка это что такое Артем начинает играть с помощью компьютера мы вырезаем звук звук тон тон вырезаем и слышно только щас на время и вот он играет Баха он играет там Бетховена там играет а тонок нет и это вдруг начинает совпадать с состоянием человека потому что тона то нету и он слышит барабанную дрон так условно говоря и он минуту две играет и то спокойно это слушает а потом вдруг раз и открывается музыка ну это музыка это не другая и он таким образом втянулся туда таким образом я создал знаю механизмы синхронизации созданный актеры между слушателем который не готов к прослушиванию классической музыки как его так тянуть он назвал это трещоткой потому что там вот так вот и так оказалось еще очень полезно для тех кто тренируется играть и стесняется на публике и кто скол и он начинает играть и он начинает играть тоны высокие тоны вырезы и просто вот так играет а потом он включает и продолжает играть уже он как бы разошелся понимаешь это и для тренировки пианиста и для слушателя короче говоря очень интересная вещь ну там надо я сейчас очень общего говорю очень общего но в принципе в механизмах изучения работы мозга и по методу ключевого как мозг работает по существу если допустим потрястись просто потрястись и потом песню классическую тоже тоже получается адаптация поэтому я думаю если приблизить аудиторию сделать классическую музыку доступной массам как говорится надо мне с тобой придумать механизм с тобой вместе потому что ты его стабилировал сейчас а я специалист в этой области мы с тобой можем вместе поразмышлять и придумать механизм как например увлечь всех в интернете слушать классическую музыку сделав вот такую промежуточную штучку мы сначала пар выпустили а потом включали классическую музыку погружались в нее потому что она в хорошем исполнении от нее просто легко там такое мне вот Артем играли я просто я пока слушал он несколько часов играл и я несколько часов там был сам то есть по существу хорошая музыка классическая она если совпадает по состоянию человек забывается и он по существу начинает задумываться и музыка я так понял тогда но это я так ты меня поправь я понял что слушая музыка нужна для того чтобы привести человека к самому себе задумывался и там уже решал свои вопросы но уже на другом эмоциональном уровне как с других точек эмоциональных этих вопросов ну а как задумчивости вот та музыка мне очень нравится быстрее его национально алло если можно я как раз вот может быть чуть по-другому струнирую но вот задавался вопросом вообще зачем мы играем что мы даем слушателю и что есть музыка что такое есть соответственно музыка если можно я озвучу очень похоже на ваши мысли может быть даже идентичны просто другими словами музыкант это тот человек который возвышает человека немножко приподнимает над самим собой из этого возникает по моему личному убеждению такая теория что некоторым нравится хорошая музыка не тоже хорошая гармоничная как авамария баха да как вот хтк как многие многие вещи именно построены на консонансов на интервалах которые приятно созвучим но при этом не менее гениально и страшнейшая музыка Шостаковича Шнитке Прокофьева Губайдурины их масса примеров и некоторые говорят допустим что хорошая музыка это вот только там где бах и там где Левы Марии и я долго над этим думал и мне кажется ответ такой что музыкант это как проводник который показывает направление куда двигаться то есть отсюда вот туда и можно это направление двумя способами показывать манить сверху и говорить как здесь красиво иди к нам либо снизу как бы проталкивать наверх и просто посмотреть какой ужас иди туда грубо говоря вот поэтому вот это утверждение что допустим музыка Шнитке она ужасна и нельзя слушать эти композиторы Прокофьев Шнитке Шестакович им было страшно тяжело в Советском Союзе именно по той же самой причине Шнитке был написать в современном стиле когда ему сказали что он ничего кроме какофонии писать не умеет вот он написал просто чтобы от него отстали на какое-то время получилось гениальное произведение но не более гениальное чем остальные его произведения просто более понятно вот и соответственно мне бы очень хотелось возможно с помощью вашего ролика чтобы хотя бы там минимальный процент людей которые посмотрят возможно эту запись они попробовали послушать музыку именно что исходя из мысли что плохой музыки не бывает нет это очевидно дело в том что это зависит от резонансности то есть допустим человек очень может как ты говоришь зеленую зону и искал еще не знаю даже ключа если натыкался на какую-то проблемную ситуацию на преграду искал оконный путь какие-то проблемы по другому то же самое и человек когда ему дают какую-то музыку слушать а он сейчас не в состоянии она ему не нравится это и понятно тогда ему надо подбирать музыку которая ему сейчас срезонирует ажирач и было что одному нравится эта музыка другому другая третьему третье вот человека учить наверное со школы и говорить что раз ты баха не понимаешь значит ты дурак потому что как это ты баха не понимаешь да как бы он в другом состоянии находится вот здесь надо просто объяснить что музыка та воспринимается гармоничной и приятной которая в этот момент резонирует с твоим состоянием а есть произведения которые это очень понятно услышать и которые на самом деле возвышают и приводят тебя тебя приводят к тебе же более высокую духовность а чтобы услышать тоже сначала лишнее напряжение сделать раскрепощающие действия потом поставь послушать а не отбор откровенно что действительно воздушают зажимы они стали доступными и пианисты или исполнители задумываются тем почему классическая музыка которая ее мало она написана и она не меняется тренируются только исполнители они все время оттачивают свое мастерство оттачивают свое мастерство потому что они хранители в этом музее эталонов гармонии это эталоны гармонии они их хранители и поэтому они классической музыки мало она не меняется за эти века за десятилетия несмотря на то что современной музыки многое создается а вот классика сохраняется а исполнители тренируются охранять ее они охранители вот в этом музее эталонов гармонии и поэтому человек современный который находится в разрызганном состоянии может спокойно прикоснуться к этой божественной музыке чтобы сам освободиться и очиститься и проясниться и открыть себе творца как говорится ну от шлаков освободиться потому что это уже эталоны это музей эталонов гармонии это уже отфильтровано веками в этом смысле она называется классическая а доступность ее для человека можно сделать тем что ключ использует раскрепощается снимает зажимы потом включает и подбирает то что ему подходит и вдруг раз и происходит контакт и тогда он говорит слушайте какая школа замечательная я один раз только послушал вот этих двух людей которые говорили там ютубе и поняла или понял зачем нам классическая музыка зачем нам исполнители классической музыки когда у нас масса другой музыки и поняли вот ты как правильно сказал что она поднимает возвышает и как говорится дает возможность человеку коснуться бога ну каждый своего бога я не имею я не религиозный самое святое это что может быть самое святое это вечность которая в глубине это глубиннейший покой если он к себе проникнет самую душу в состоянии спокойствия или в состоянии прослушивания классической музыки там на глубине такая вечность безмятительность так вот это соединение вечности с конкретностью как раз таки есть жизнь между этими полюсами а то же самое говорил Пикассо он говорил искусство нужно для того чтобы страхивать пыль с повседневностью вот есть быт а искусство нужно для этого чтобы показать что жизнь она не в этом не в бытовщине не в этой рутине заключается а есть высшее есть лучшее это как раз таки любовь созидание чувство сопереживания вот эти вечные ценности которые включает при прослушивании классическая музыка она же вечные ценности включает общечеловеческие общечеловеческие ценности делает человека человеком вы абсолютно правы и опять же то что меня очень волнует как же важно для этого воображения ну ну естественно потому что воображение это по существу свобода синаптических связей пластичность переключений вот этих всех если говорить уже психотерапевтической кибернетики ну конечно без этого нейросети они бывают завязаны где-то жестко это доминанты какие-то векторы внутримозговых отношений которые не позволяют и развивая воображение мы развиваем свободу переключения конечно без этого как да просто классическая музыка она же настолько вообще бесконечна и тогда она была классическая потом перешла в романтику там во всевозможные экспрессионизм прессионизм новая музыка сейчас кстати говоря потихоньку возвращается так называемая неоплассика сейчас есть замечательнейшие композиторы у которых так называемые примитивисты цель которых именно в минимальном количестве нот передать самую суть произведения один из них даже пошел наверное чуть дальше остальных это его зовут Стив Райх невероятнейший ныне живой композитор если не ошибаюсь у которого идея была что человек может включить его произведение на любом отрывке и получить представление о произведении целиком именно послушав секунду или пять секунд или минуту то есть произведение которое содержит в каждой ноте всю суть себя вот другие люди это действительно гениальное произведение которое так можно прослушать безусловно безусловно в этом все и есть капли океан капли океан тоже фрагмент этого произведения в нем содержится как голограмме все произведение если оно гениально сделано в гениальном состоянии вот состояние если сделано то другой человек может из-за какого-то фрагмента его воскресенье да я абсолютно согласен вот это допустим его потрясающий квартет называется different trains разные поезда это вообще там другая еще накладывается другая философская идея что это времена войны с точки зрения вокзала грубо говоря такая очень интересная идея я хочу спросить давай мы еще раз с тобой встретимся а ты нам это расскажешь а я тебе расскажу еще кое-что но ты еще при этом одну минуту нам собираешь хорошо это я могу но к сожалению не уверен что позволит как-то техника передать всю полноту но все понимают это все понимают все таки мы находимся в технических условиях это все понимают это все понимают может тогда хоть на концерт завлеку мы как раз планируем в ближайшее время до нового года сделать концерт интересным одновременно и завлечешь конечно с удовольствием с удовольствием потому что очень много еще чего хочется рассказать если честно на каждое ваше слово вспоминается несколько историй несколько случаев несколько фамилий тяжело очень останавливаться это ты знаешь что я тоже хотел тебе рассказать много чего просто я формат времени для слушателей наших ну просто я хочу тебе вот на сегодня сказать такую вещь меня то и школы музыкальные выгнали потому что у меня учительница была неправильная она вместо того чтобы открыть мне музыку она била по смычку смычок улетала она кричала пач и так далее но дело в том что через много лет я летел в самолете после сильного напряжения такого жуткой усталости нескольких весомых ночей я сидел в самолете вдруг услышал музыку я думал это радио смотрю радио выключено оказывается музыка играла во мне и в этот момент я стал прислушиваться к себе и она стала менять тему и соло вела скрипку и такой был божественный оркестр я думал господи я управлял этим оркестром то есть как только я менял свое внимание как-то она меня и я был дирижером этого божественного оркестра если бы я помнил ноты я бы тут же написал божественные симфонии я их не помню и я хочу сказать что гармония в каждом из нас меня-то выгнали из музыкальной школы за то что я не любил потому что педагог не тот был оказывается вот оно вот скрипка во мне играла и гармония в каждом из нас нам просто надо научиться открывать себя вот и все один открывает себя в музыке другой открывает ту же гармонию в зависимости от того где она открывается на каком экране она может открыться на экране холста живописи, она может открыться на экране холста графики, она может открыться, ну, гармония. Люди, мы как раз таки, почему мы говорим, человек творчества, творчество, это, ты же сам сказала, это когда мы соприкасаемся с высшим, и классика нужна для того, чтобы человека включить к этому высшему, она в нем есть. Просто она заблокирована вот этими неправильными учителями, которые били по моему смычку, которая кричала «фальшь», вместо того, чтобы мне показать эту музыку, рассказать то, что мы с тобой сейчас рассказываем, рассказывать всем, показать эту музыку красотой, показать, что можно с помощью ключа элементов синхрогимнастики снимать барьер между человеком и его внутренним богом, который в нем есть. да, вот это вот, я думаю, что то, что гармония в каждом из нас, и здравый смысл, вот этот холод, холод разума, так образно говоря, и душа, и пламя сердца, чтобы они были тоже согласны. Можно я процитирую, если не ошибаюсь, это, не буду врать, не помню фамилию, потрясающий поэт написал, что поэзия – это брать уголек и писать ясным почерком. И писать? Ясным почерком. Ясным почерком, да. Брать горящий уголек? Да, да, да. Ну, хорошо, хорошо. А я придумал метафору, поэт – это человек, говорящий с вечностью. Ну, очень интересно. Слушай, огромное тебе спасибо, Сергей. Вам спасибо. Спасибо. Ну, ты, пожалуйста, когда у тебя будет настроенность, ты скажи мне, позвони, напиши там, и мы снова вот так вот поговорим, и ты сыграешь минуту, и еще кое-что. Спасибо тебе огромное. Вам спасибо. Может, только последний вопрос? Угу. Как думаете, что было первое? Слово, в смысле, звук слова или звук мелодия? Я думаю, ритм был сначала. Сначала я говорю, это отношение, отношение между одним и другим, это то число, это там математика, это законопреживание, отношение, я тебе хочу сказать, что сначала было слово, это метафора. Это естественно. Поэтому люди иногда, некоторые буквально понимают метафоры. Вот, например, ад и рай, они думают, что где-то есть рай, где он умрет, он там будет вечно жить, в наслаждении. А у Худжава, который был более такой развитый, он говорил, что жизнь короткая такая, чтобы у людей была способность получить и ответственность перед своими поступками, и наслаждаться самим фактом жизни. А тот, который думает, что там потом он умрет, и там его рай ждет, он будет менее ответственный перед конкретной жизнью, потому что менее озабочен именно своими деяниями. Ну, короче, это сложный вопрос такой, я не хочу возбуждать здесь. у людей в негативной ситуации есть такие фанатики, которые готовы голову сорвать, при этом каждый день молиться, понимаешь? Да. Я не хочу это трогать, и не будем это трогать у каждого, поэтому у нас свобода совести, как говорится, каждый верит, что он хочет, и поэтому мы об этом тоже поговорим. Но ритм, мне кажется, ритм, потому что сама октава, сама октава, это не придумка человека, это взаимоотношения законов каких-то, это продукт слухового отбора. Это я читал, меня приглашали на конференцию, был симпозиум по проблемам бессознательного в Дбилиси, и там участвовал Воронин, я не поехал, меня Басин Филипп Вениновича, я приглашал, чтобы я туда поехал, я тогда был совсем студентом еще, ну, я просто направил туда статью, ну, там Гелий Воронин написал эту статью о том, что ноты октавы, октавы, что это так относятся между собой биоритмики организма, ритм дыхания, ритм сердца, альфа-ритм, агета-ритм, они так относятся к себе в таких отношениях, как нотная актава. Поэтому человек ее создал, не придумал искусственно, и поэтому это в природе есть, только мы нашими органами чувства не можем вот так вот идентифицировать, да, или как это, а в музыке она вот проявлена, допустим, ну и вот эта гармония она проявлена, ну это же есть и знак Пи, золотое сечение и все прочее. В музыке есть, все законы работают. Вот у меня вот друг Сергей Попоков, профессор, придумал музыку, там Ибаначи вот эти вот отношения, Ибаначи, там они в Австрии международный симпозиум делали, как там, ты знаешь, его дружат, Кабряков, профессор, зав. кафедры, декан композиторского факультета, консерватории. Вот они вместе делают и меня приглашали и Кабряков у меня в центре тоже был в гостях и видел мои копыки. Я там выступал у них на этом у них кружок такой меж дисциплинарная музыка. Есть такое содружество, да, меж дисциплинарная музыка, и они там собираются и у них свои композиторы пишут новую музыку, но он придумал там по каким-то более таким пока еще неявным отношениям. Он поделил вообще по музыке. Но это интересно. Поговорим, просто сейчас не будем детализировать в наших направлениях. сам факт того, что я говорил, что мы изучаем, как работают, творят люди гениальные, изучаем и моделируем с помощью механизмов и принципов правил ключа, раскрепощения, выход на это состояние потока, спрашиваем людей, что они там чувствуют, вот это ощущение соприкосновения с этим, как ты говоришь, чувство с Богом. Что классическая музыка для этого и нужна. В принципе, чтобы человек контактировал с этим высоким. Ну, это вот, 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 вот. Огромное тебе спасибо. Сейчас я возьму это на YouTube выложу, но сначала я тебе дам посмотреть, у нас такие правила. когда не записываем без согласования, это я хочу, чтобы все знали еще раз, без согласования не записываем никогда, а только с разрешением. Во-вторых, записав, показываем сначала, прежде чем выложить. Если понравится, ты мне пишешь, да, выпускаем, и мы выпускаем, и вся школа смотрит и учится, и радуется, какие у нас участники. Так что, вот, все будут рады в следующий раз послушать тебя и твою музыку. Я постараюсь. Спасибо вам большое. Я прямо счастлив, слушай, я очень рад сегодня. Давай, до встречи. Хорошо, спасибо. Спасибо.